Поэтому вы поосторожнее, пожалуйста. Сейчас как-то не сильно затрачивайте эмоции завтра. А что, завтра не рабочий день? А когда вам... Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что... Вот, с одной стороны, мне очень нравятся песни Александра Суханова на его собственные стихи, но он сразу взял такую высокую планку, чтобы как минимум к словам претензии не было. И берет обычный для своих песен высокую поэзию. Добивается гармонии между музыкой и стихом, и своим бархатным голосом внедряется в нашу душу. Как-то мой обожал это. А еще и надо в душу к вам пробраться и поджечь, отчего с ней церемониться, к чему ей речь. Это я все говорю, чтобы все-таки вы уже сели, дорогие друзья. Потому что первые виды, вот уже давно сидят. Знаете, первые виды, потому что дорогие билеты. Вот у нас такие два банда как-то выступали, и один говорит, ну, до конца концерта осталось 10 минут, и те, у кого билеты по 60 рублей, уже могут идти. Вот, дорогие друзья, я хочу предоставить слово настоящему поэту Юрию Поблановскому, лауреату премии служеницам. Очень рад выступать сегодня, потому что творчество и искусство Сухарова мне очень дорого. И вот сегодня я лишний раз думал, чем же оно отличается, так сказать, имеет какую-то свою особую совершенно специфику. И вот я подумал, чем? Не просто веризмом, потому что веричины, например, Булата Пуджава, песни Галича, как мы знаем, звали народ на борьбу с публиторизмом. Песни Кима всегда очень ироничны. А вот творчество Суханова, помимо и левизма, и сердечности, обладают таким очень удивительным качеством, психотерапевтическим, так бы я сказал. Они умиротворяют человеческую душу. И как-то вот поверх этого мутного солярица, который можно назвать наше бытие, наш социум, они вот именно как-то плывут над ним, обращаясь к сердцу каждого, просветляя его и помогая выжить. Как в нелегкие времена советской власти, так и в не менее тяжелые нынешние. Поэтому так приятно, что здесь полный зал, и что в такое переменчивое время Суханов по-прежнему воскривован. Я прочту сейчас два стихотворения, сравнительно недавних, из только что вышедшего моего сборничка, он вышел в Иркутске под патронажем Валентина Распутина. Одно стихотворение называется «Евразийское». Существую сам, а не по воле, исчисляемых часами дней, а грязь, непахтанное поле, поле жизни прожитой моей. Кое-как залеченная рана Неспокоенных сумерек вдали, Писк лисиц в улузе, чем кисхара, Вспышки гроз над холками земли. Кто-то вновь растерянных смущает Тем, что ждет Россия впереди, Кто-то мне по новой обещает Много-много музыки в груди. Разгребал бы я костер руками Только дождь и пор не огня. Воевал бы я с большевиками Только червь воинственней меня. Взят ли когда-то для прокорма Нам тысячелетия спустят Языки стихающего шторма Возвращая в гарку шелестяк, А в степи в солончаках Всю зиму не поймешь Средь копий корзин То-ля-кын соперник мой зиму, То-ля-кын вторник мой зиму. Еще одно... Еще одно стихотворение Называется «Переправа» И посвящено Размечательному Автору песен, Которому выступал Сегодня уже Александр Кругов. Порог капитан Петров Курсирует, чуть не смаят, У облазни облаков Сонливость перенимает. В шалмане на берегу Такие смешные цены Вот выпью и побегу Мостками на взвык в сирене. Всплакнуть на моем плече Подруга могла порою, А нынче зачем, зачем живу Будто зерк дурой. Всю музыку прежней встречи Подобно письму записке Пора в бардачке беречь На зерклице в схожем диске Ни здешние мужики, Что нынче не принаграды, Ни беглые зык реки, Ни ильцы в полисах, Не скажут, забудь здоров, Зачем приходил на землю И с чем капитан Петров Дремлю и пространство в небе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Купановский Дорогие друзья, Не мне вам рассказывать, Что в прошлом году Михаилу Ломоносову Исполнилось бы Аж 300 лет. Вот в кинофильме Михаила Ломоносова Роль его самого Исполнял Александр Михайлов. Он и выходит на эту сцену, А вместе с ним Елена с такой же фамилией. Актеры театра Вахтангова. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет даже слова Такого В толстых чужих словарях. Август, ущерб, увяданье, Милый, единственный брак. Нет даже слова такого В толстых чужих словарях. АПЛОДИСМЕНТЫ Русское лето в России Запахи пыльной травы Небо какое-то старинное Темной, густой, Темной, густой, синевы Небо какое-то старинное Темной, густой, синевы Русское лето в России Запахи пыльной травы Утро послушья жрейка Поздний горький волчец Эх, если пускай горейка Шла из Парижа в Елец Русское лето в России Русское лето в России Запахи пыльной травы Небо какое-то старинное Темной, густой, синевы АПЛОДИСМЕНТЫ Я только хочу сказать, Что мы с Александром Знакомы очень давно И начинали мы с детских песен Работы еще в детском Центральном театре Который сейчас РАУТ называется Но потом мы стали записывать Наши альбомы Потому что песни Александра Суханова Это как драгоценные камни Самоцветы в ларце Они играют разными гранями Разными оттенками И есть достаточно для того, Чтобы выбрать для всех исполнителей Вот мы тоже выбрали их И для своих альбомов Но сейчас мы особенно рады Что песни и стихи Александра Суханова Звучат на сцене Академического театра Имени Евгения Вахтангова В спектакле «Тихая моя родина» Где вот мы с Александром Участвуем И вот сейчас мы хотим Небольшой отрывок Вам показать Мне облака Задуманили голову Залили прошлое мелким дождем А пепел и угли Развеялись по ветру Снова зовут И вот все сначала начнем Если идти То навстречу свету Если встречать То не только врагов За горизонтом Все песни пробеты И только там Не услышишь шагов Снова стою На дороге знакомой Снова печаль Не туманит глаза Все, что оставлю Останется дома А все, что уходит Уходит В года О, дорога ты, дорога Между солнцем и берез То круто А то полога Сколько ты Видал слез Словно реченька Журчала Эти слезы Сраня А сама В лесу Рыдала Умигает От меня Ой, дороженька Дорога Не скрывайся За полном Дай уйти мне От порога Стихой песнею Вдвоем Словно Боль меня Томила А сама в лесу грустила, Убегая от меня. Ой, дорога ты, дорога Между сосен и берез. То круто, а то полога. Сколько ты видала слез, Словно боль меня тонила, Чудо-радость скраня. А сама в лесу грустила, Убегая от меня. Убегая от меня. Убегая от меня. В заключении песня на стихе Владимира Набукова «Стезяно». Где бы стезя не бежала, Там русская сила с земля. И знание, где твою жало, Чужбина, где сила твоя. Чужбина, где сила твоя. Наш дом, на чужие, случайные, Где мир изгнанник и сон. Как ветром, как морем, как таро и морей. Россия всегда окружен. Россия всегда окружен. Мы знаем, молитвы такие, Что сердце львов по ночам, И добрые музы России Незримо сопутствуют нам. Незримо сопутствуют нам. Где бы стезя не бежала, Нам русская сила с земля. И знание, где твою жало, Чужбина, где сила твоя. Чужбина, где сила твоя. О-о-о-о-о-о-о-о-о Спасибо, Александр, за замечательные песни Александр, вы сходите Шпаргалка Повынь, песня Я спою романс на стихе Николая Смолоцкого Расширевый пуст Я увидел во сне пушинный груз Я услышал талии металлический хруст А ведь истовый я Услышал я звон И во сне в тишине Не понравился он Я мочил с крысом Это запах смолы Отогнул любые звуки Идти за полу Я заметил в арахе В древесных ветвях Чуть живое подобие Мои твои Мои твои Мои шевелый пуст Мои шевелый пуст Мои шевелый пуст Остывающий век И сменчивый пуст Легкие лекарь Легкие лекарь Отдающий смолон Проголувшие у меня Свердоносным огонь Золотых обесов За кошек моих Облака проплывают Остывающим Облетевший в высоте Исчезнилый пуст Да простить тебя было Ужди Кузов От цвета китара немножко. Следующая песня, с первой моей пластинки, называется «На строки» на стихи Персишели. Когда лапа разбита, Огонь умирает в пыли. Когда поле забыто, Все меньше радуг вдали. Когда лёд не упал, И струна с леницу слабее. Когда речь отзвучала, Бледнеет память о ней. Без лапы не только огонь, Да горячу дыша. И песня моя, как-то нанимела душа. Дни гены ночные, Как ветры у меня в бою. Как умные морские, Что вечно откроют лим. Открытые удары, Два сердца у всех поведу. Жили в небо и следующим прочим делам, Был бы птиц, Малая наша непрочная судьба. Жили в небо и следующим делам, Жили в небо и следующим делам. Жили в небо и следующим. ПЕСНЯ 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 За ним служба зрачная суда. Дело в том, что ансамбль «Песни нашего века» с удовольствием поет песни Александра Суханова. И когда вышел первый диск, сказали, что надо какой-то слоган придумать для этого альбома, и мы предложили «Запой с утра». Вот так вот, «Песни нашего века», «Запой с утра». Вот, не утвердили, не утвердили. Ну и барды, они же, знаете, они весь ансамбль поют, мягко говоря, по-бардовски, да, там голос не нужен. Один человек в этом есть ансамбле, который сейчас выйдет и споет. Это Евета Фролова. Добрый вечер. Ну вот я классически с нотками. Очень волнительно всегда выступать на концерте тех, вернее, на вечерах, юбилеях тех людей, которые как-то очень много значат в творческой жизни на любого и вообще в жизни любого из нас, потому что песни — такое существо, которое нас сопровождает как ангел, ежесекундно. И песни Александра Суханова тоже такие ангелы, которые летают между нас, утешают, спасают и приходят всегда вовремя. Ну вот одна из песен «Один из ангелов». Этот апрель — новый приход светлой мечты и снов. ПОЁТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Утро до весны. Покидай эту зиму, Огонить сырую землю Солнце теплую в губе. Отрее, отре, отре. Слыхну впадет прелесть тепла, Новые дни, как тот. Те же лучи, те же дома, Тот же апрель идет. Только весна лужи с меня Уж не стучит во мне. День из апреля манит меня, Будто на день в сне. Покидай эту зиму, Огонить сырую землю Солнце теплую в губе. Апрель, апрель, апрель. Апрель, апрель. Тот же апрель, апрель. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это три Да, я скажу, потому что сейчас на сцену выйдет великий бар Олег Митяев, которого уже и представлять не надо, потому что он имеет уже все необходимые для известности титулы. Он и народный артист России, и великолепный поэт, но не профессор, и чудесный композитор, и так далее, и так далее. Так, вот этот, как этот, я сейчас, и так вот так, да? О, видите, совсем сразу по-другому зазвучало все. Знаете, дорогие друзья, мы встретились с Александром Султановым как-то в 86-м году. Ну, такой был Марш Мира, раньше все это называлось, или Марш Мира, или как-то вот. В общем, собрались все барды и выступали на стадионах в Казани, на обережных Челнах, в Челябинске. Вообще, по Союзным республикам планировалось. Компания была потрясающая. Была такой жала, ну, знаете, Городницкий, Клячки, Кукин, Долина. В общем, как я туда, вполне понятно. И я пел почти в самом конце, потому что после меня Куджава. Я пел «Как здорово» и еще одну песню, у меня было две всего. Вот, и Балашалыч все время стоял за кулисами и слушал, что я пою. Вот, и как-то он не вытерпел, подошел ко мне после концерта и говорит, Олег, ну, там, где вот песня про родильные дома, там рифма такая «Антон и дом». Ну, это не рифма. Ну, «Петром и дом» еще, ну, как-то. Вот телефон включу. Вот, и я взял и переделал сразу. И на следующий концерт уже вышел и спел «Петром и дом». И вот, а он мне рассказывал, что он стоял за кулисами, и администратор сказал, эту песню мы вдвоем написали. Вот. Такая же история была с Суханом. Я пел песню тогда в 86-м году «Давай с тобой поговорим». И там есть, у меня была срочка такая «Ты только степь не матери». И он после концерта подошел ко мне, не он, а Александр Алексеевич, подошел ко мне и сказал, Олег, вот ты поешь «Не матери». И мне кажется, тебе самому неловко. Вот. И я подумал, что-то у меня правда неловко. И я взял и переписал. И вот, может сказать, что эту песню мы написали вдвоем. Это можно включить. А ее на-на-на-на-не. О, заработало. Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как запад. Но открывается трогий. Все то, что близкий перевод. Ты скажешь все наоборот. Согласно логике вещей, Но в таком редкий поворот, А может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез Во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется насквозь, А будет не верится, и все. И пусть в нас в ночных бахах Не удавишь желаний жреть, Но праздниками календарь Уже не трогает души. По-новому, по-новому, Торогает кто-то жреть, Но все же, что и по-новому, Нам чай-то дорожить. Бегут колеса по степени, Отстукивая слава. Гляди в окошко, не гляди, А все едино степень. Гляди в окошко, не гляди, Ты только мне не говори. Про неведение всяких вздоров И степень напрасной брони, А за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, Как может, все еще поведет, Ведь кто-то же сейчас не спит, Ведь кто-то этот поезд ждет. Сквозь вечер выкрашенный В темно-синюю пастель Несет по отскапку ее постель В огонь, как голубей, синие, Стоится ты, стоящих мимо пыль, Давай с тобой поговорим, Да ты, блядь, спишь. Вам вообще слышно, что-нибудь? Хорошо? Могли. Главное, чтобы вам было хорошо. Еще я хочу сказать, Что я когда работал электриком на Катакья, Я всегда ставил песни Александра Суханова. У меня была кассета, И весь вечер люди катались под эти песни. Я думал, что они будут кататься под какую-то ерунду. Вот, и катались под хорошие песни. Вот, и я тогда не мог подумать даже, Что когда-нибудь Иосиф Кобзон будет Пить мои песни. И тем более с хором МГД. Или с хором севастопольских моряков. В общем, как... А вы знаете, как поет Кобзон? Кобзон, поговорку эту знаете, Что как не остановить поющего бизона? Так не остановить поющего Кобзона. И сам говорит, что я пою 4 песни на биз, И 8 на зло. Какой-то все равно фон идет, Я не имею в виду. Так. Так, выключи все сети телефоны. Может, а это может... Может, мой телефон на вышке. Унеситель. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, Мне недавно рассказали такую историю, Что вот Кобзон так поет в сборном концерте, А уже, собственно говоря, Собственно говоря, уже час ночи. Он все поет и поет. И он говорит, А сейчас я вам свою песню, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И ведущий ему говорит, Иосиф Давыдович, Я должен вам заметить, Что собрались к тому еще вчера. Изгиб гитары жут, Как ты видишь, Нежно струк осколком их Пронзит тумбую муси, Качнется купол в небо Большой и звездно-снежный Как здорово, Что все мы здесь сегодня собрались. И очнется купол в небо Большой и звездно-снежный Как здорово, Что все мы здесь сегодня собрались. Как облеск от запятых Костер лишь сотен пляж. Ты что пустишь, бродяга, Оно полный близкий, И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но все же с больным плодом мы тихонько вспомним. Чем имена охраны на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполнили. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Первый виталерный виталерный виталер, С днем рождения Александра. Ну, вы знаете этого исполнителя. Я спою романс, на котором написаны стихи Двухсотлетней давности Джорджа Байлона. Только вот я не вижу музыканта. Сколько лет назад ты бываешь, Александр Александрович? Есть? Это как раз тот год, когда Ломоносову исполнилось бы сто лет. Все-таки вот у меня друг математик, Поэтому я так легко ориентируюсь к цифрам. Саша, а что музыканты играть так? Ну, хорошо, я спою одну песню без них, А вы там позовем. А, вот они идут. Лев Кушнер и Евгений Анищенко. Романс на стихе Джорджа Байлона «Нет времени». Нет времени там название, Его вовек не позабыть. Когда все чувства, все желания Мои души терзали злые, Тебе я знаю и нашли. Мои души терзали злые, Тебе я знаю и нашли. Мои души терзали злые, О, как мне тяжко трудно было, Когда я вовлю, что я твоя, Когда я сречно безогрелем, О том, что лично помню я, Я не проснулась в утешении, Не довелось из уст твоих Услышать слово заживенье, По дням мне сердца дороги, Услышать слово заживенье, А как мне сердца дороги, Ударь доброе и слай, Хоть вновь любить не можешь ты, Тебе я все тебе дожкаю, Задавая милая, А как мне вновь счастье, Как бывало, Душа не хочет помнить зла, Какой бы ты теперь не стал, Ты лишь моей тем не был, Какой бы ты теперь не стал, Лишь моей тем не был, Лишь моей тем не был, Я расскажу вам о негдоте, твоими друзьями, о строях, но, собственно говоря, я не знаю. Знаете, вот анекдот про Путина, я вам пока расскажу. Значит, когда у Путина было юбилей, и, значит, два олигарха ему выбирали подарок. А один говорит, да давайте подарим ему портсигар с рубинами, зажигалку с алмазами и пепельницу с драгоценными камнями. Другой говорит, не, ну погоди, ну Путин же не курит. А, да, Путин же не курит. Ладно, знаешь, давай тогда подарим ему костюм такой дорогой. Такие фиолетовые брючки, усенький такой красный пиджак такой с плечами, и Маеву такой со звездами. Он говорит, ты знаешь, вот Путин не курит, и ты бы тоже не курила. Еще один анекдот про юбилей. Это уже вдруг, еще? Отлично. Я знаю, я знаю много песен о любви. И знаю, Словами, словами, музыкой, прини и слушай. Ты слышишь Некромное дыхание земли и моря, Я знаю, я знаю, что музыка моя в тишину играет, И хрустико твоей душа моя в тишину. Светая под куполом из радужных надеж, Однажды Глодит Торжественный Кантаж Кругами Я знаю Окончился Зимитимый полет Куда же На музыку Молчание Однажды Запомню Взволнованные Бедные ручки По камне Я помню Я помню Эта музыка Ничья Душла мне Душла мне Душла мне Аплодисменты 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 И доступны вам Юная Мадонна Умни Души Пронок Конь Бородые Вольная Волна Чудная Улыбка Минный Круг Пронок Аплодисменты 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 Любой Пустой Лежим И вся Рощная Химия Неоплечайно Рад И мой Сундук Намитый Волшебными Вечами И Ветерикум Не нужен Берите Отдаю Поверить Вы Простые Понятные Словами Комедию И драму И чарную Пою Продаю Убитель Точек Я владею Лестницу Небо Дешево Отдам Легкий Площ Бескогтя Вечи Под тупелью Цены Высокие И Достойные Вам Аплодисменты Александр Живанов Вот это Такой Юбилей У Александра Что Люди Ниже Профессора На сцену Не допускаются Поэтому Слово Имеет Выпускник Мехмата НГУ Валерий Ковалев Профессор Аплодисменты 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 Идет Медленно идет Профессор А он Между прочим Замблекана Аплодисменты Я уже Не ожидал Что мне Дадут Слово Потому что Здесь Выступили И с торжественными Словами И стихи Читали И прекрасные Песни Музыка Мне уже Ничего не остается Как говорит Прозовь В моих руках Адрес От Механика Математического Факультета На котором Саша Работает И на Который Он поступил В 69 Году Успешно Закончил Защитил Диссертацию Тут много Красивых Теплых слов И Заканчивается Словами Объявляю Суханову Александру Алексеевичу Благодарность А подписал Этот приказ Это же не просто Бумага Это солидный Приказ По механико-математическому Факультету Его Однокурсник Чубариков Владимир Николаевич Наш декабрь Мы долго думали Что бы Саше Подарить И решили Подарить Самое ценное Что у нас есть Самое ценное Как известно Это книга Вот такая Красивая Книга Вот Ну Мало того Что она Самое ценное Но она еще От самого Известного Автора В Московском Университете Автор Этот Михаил Ломоносов Здесь Как раз Товарищи Выступали Мы эту Линию Гнем Это Наш Основатель Более того Это Первый Русский Автор По Российской Истории Я знаю Саша Очень Интересуется Историей И эта Книга Ему Будет Очень Полезна Он Станет Еще Много Сторонний Напишет Красивые Стихи И песни И Споет Нам Следующий Юбилей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну Видите Если Профессора Выпустить На сцену То он Обязательно Затянет Время И что-нибудь Интересное Расскажет А может И неинтересное Я Значит Расскажу Вот что Тоже Исторический Экскурс Сделают Он заключается В том Что мы с Сашей Однокурсники И таких Однокурсников У нас Сидит В этом Зале 60 человек Потому что Был конкурс На 60-летие К Суканову Только 60 Человек Могут Попасть Вот этот Конкурс И Посмотрите Какие Симпатичные Наши Однокурсники Сидят Но я И на этом Не остановлюсь Я хочу Сказать Откуда Саша Появился Он Вообще Эти песни Были Известные Такие Популярные И мы Под гитару Пели И веселились Поэтому Я думаю Что мы Тоже Имеем Какое-то Отношение На Мехмате Не только К подготовке Высокоплицированных Кадров К реализации Программы Научной Но мы Имеем Еще и Отношение К производству Барда Мехмат Это Поющий Факультет И Вы Сегодня Увидели Здесь Много Наших И Последствий Спасибо За Внимание Я думаю Что Это Не Первый Вбели Где Мы Будем Также Весело Отмечать Валерий Ковалев Мехмат Знаю Я Вспомнил Вспомнил Сейчас Одна Актриса Что же Мехмат Что Профессор Актриса Поедаешь Перметичная Сунка Время 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 Спасибо Большое Вот И Это Сунка Хорошо Вот Я Еще Хочу Сказать Что Грамота За Поддержку Юных Талантов В сфере Артурской Песни Второго Международного Одесского Юношеского Фестиваля Артурской Песни Называется Он Зеленая Карета Проходит Прокод Красногорск Я Сегодня Грамоты Дарья Я вспомнил Одна актриса После революции Она Вручили Грамоту Какую-то На юбилей Театра Она Говорит Ну что Раньше Ну Смотрите Раньше Ну что Дарья Вот эти Бриллиантовые Подвески Вот эти Кольца Я что На стенку Поешу Что А сейчас Вот Саша Тебе Грамота Еще Александр Для вас Позвучит Песня В исполнении Театра Старинной Музыки МГУ Художественный Руководитель Валерий Крайсков АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой Саша Мы тебя Любим Благоговеем Поздравляем С днем Рождения И дарим Тебе же Твою же Песню Главной Роли студент Первого курса Геологического Факультета Евгений Лиманов Агромна Аплодисменты Главной Песня Главной Песня Главной ПЕСНЯ 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 Мой Дорогие друзья, ну нельзя не предоставить сегодня слово, она, эта девушка, она не профессор, она доцент, потому что занята очень важными делами. Она работает у Александра Суханова, музой Елизаветы Сухановой. Спасибо. Кто ж не поможет, как самый верный, хороший друг, что мы, наконец, знаем. Олег Витянов. Ну, я даже растерялась как-то, знаете, просто спасибо большое всем, кто пришел на этот вечер. А праздничество, этот юбилей состоялся, просто я не могу не сказать о тех людях, которые нам, так сказать, помогли. Меценат – это известный человек среди бардовской среды, который содержит бард-хлуб у Борисовича. Это Васильев Евгений Борисович. Еще один меценат, ну, наверное, Сергей Корнейков все знают, а вот еще его друг Сергей Махов, Сергей Владимирович Махов. Все это действие состоялось благодаря, так сказать, вот их меценатскому вкладу. Но самое главное – это, конечно, поддержали весь этот вечер благотворительный, ну, силами всех тех выступивших на этой сцене, всех артистов. Спасибо всем, что они пришли к нам сюда в театр МГУ, в котором Саша начинал, можно сказать, 40 лет тому назад свою, так сказать, артистическую деятельность. Не только творческую, научную, но и в этих стенах мы, так сказать, был родной такой зал. И я очень волнуюсь, потому что, знаете, мне переполняют вот эти слова благодарности всем присутствующим, а также всем артистам. И Олегу Митяеву, который очень человек занятый, но для него все юбилеи Суханова – это, как говорится, святое. Поэтому он не зря спел эту песню. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо. Вот рекламы, с готовыми. Всем спасибо, дорогие друзья. Если вы хотите помочь спеть Александру Суханову песню на стихи «Я все длица», то я тоже попрою. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.